Доброе утро! Сегодня в нашей программе крем-суп из шпината. Замечательное совершенно блюдо. Он очень сытный, полезный и обладает необыкновенно мягким сырно-сливочным вкусом. Нам понадобится очень мало продуктов. Это 300 граммов шпината свежего, 300 граммов бульона овощного. Далее нам понадобится 2 тостовых кусочка хлеба для прутонов, 3-4 зубчика чеснока, 200 граммов сливок и яйцо пашот. В двух словах я вам напомню, как делать яйца пашот. Вам нужно скипятить воду в широкой кастрюле, налить туда столовую ложку уксуса, потом сделать вот такой вот водоворот или ложкой, или вилкой, или ножом. И вот в этот самый водоворот, в серединочку, вам нужно будет опустить яйцо. И через 4 минуты вы шумовкой достаете вот такой вот прекрасный продукт. Ну а мы начинаем. Для начала мы возьмем наш овощный бульон и прогреем, чтобы это было быстрее. Ставим на огонь. Ну а сами пока сделаем тосты или крутоны. Значит, мы берем кусочек тостового хлеба, отрезаем корки вот таким вот образом. Резаем на квадратике. Разложим в один слой. Возьмем оливковое масло, вот так вот сбрызнем. Перемешаем и отправим в духовку минут на 7-10 для того, чтобы они позолотились. Ну а за это время, конечно, мы сделаем суп. И займемся подготовкой всего для супа, а именно мы берем долечки чеснока через пресс, выдавим. И теперь нам нужно будет порезать шпинат. Шпинат мы порежем крупно. Сложим шпинат обратно. И на этом все. Вся подготовка у нас закончена. Переходим к плите. Ставим сковородку на плиту. Прогреем ее обязательно. Добавляем чеснок, который мы выдавили. Две-три дольки. И бросаем шпинат сразу. Нам надо подождать минутки 3-4, когда он увянет. Практически шпинат уже готов. Теперь мы разводим бульоном его. Буквально стаканом немного надо налить. Всегда сможем подлить. Теперь вот так поварим его, чтобы бульон варился в половину. Ну, это тоже минутки 3-4. Ну, вкусы смешались уже, наверное. Теперь мы добавляем сливки 200 граммов. Все это размешиваем. И увариваем опять в половину сливки. Тоже минутки. Теперь мы опускаем пармезан. Теперь мы опускаем пармезан. 100 граммов здесь. И перемешаем. Сыр сразу суп загустит. Получится такой нужной консистенции. Теперь нам надо посолить его обязательно. И надо поперчить. И оставить буквально на 3-5 минут загустеть. Все. Суп готов. Ну вот, все у нас готово. Наш замечательный суп крема и шпината. Крутоны. Яйцо пашот. Теперь нам надо только разлить. Это красиво в тарелке. Значит, мы берем... Так, наливаем суп. Он вот такой консистенции. Достаточно густой. Так. Суп мы налили. По краям мы бросим. Красивенько так вот. Сухарики. И яйцо пашот в серединку. Положим вот так вот. Ну а я с вами сегодня прощаюсь. До новых встреч. Хорошего дня. И будьте с нами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»